По вашему мнению, что сейчас происходит с Кадыровым, почти не комментируют войну, резкие изменения во внешности, его сын внезапно встречался с Путиным и куда пропали кадыровцы с фронта в Украине? Давно о них не слышно. Спасибо за ответ. Есть информация, что Кадырова траванули. ФСБшники провели операцию и его отравили. У него по некоторым признакам острая почечная недостаточность, что вызвало резкое увеличение веса и отечность организма. Кстати, на прошлой неделе в Москву прилетал санитарный борт, бомбардир, нет, Эмбраер, извините, Эмбраер прилетал, реанимация, самолет, который был оборудован под реанимацию. И забрали, причем Европа, в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета. Он через Беларусь залетел, дошел до Москвы, тут же вернулся обратно, то есть в Москве его уже ждали. Кого-то погрузили на этот самолет, в эту реанимацию и он улетел в Нюрнберг. Нюрнберг, чтобы вы понимали, это самый крупный медицинский университет Европы. И в составе этого университета находится более 24 университетских клиник. Практически каждая кафедра этого университета имеет собственную клинику. Университетская клиника отличается от простой больницы тем, что они могут применять нестандартные методы лечения в качестве научной работы. Им разрешается отходить от протоколов лечения. Поэтому все стараются, кто едет на лечение, кто в курсе, все стараются попасть именно в университетскую клинику, а не в обычную больницу, даже с европейскими светилами. Если диагноз установлен и есть процедура лечения, то, пожалуйста, можете в обычную больницу. Так вот, есть предположение, что Кадырова просто убрали, потому что, чтобы он не представлялся... Помните, я вам говорил, что он фактически разваливает федеральную систему тем, что он позволяет себе, он как региональный руководитель, в принципе, любого такого же рядового региона России, который просто распиарили этот регион, он позволяет себе командовать частью федеральной структуры, а именно Росгвардией. И смотрите, с его исчезновением действительно исчезли кадыровцы. Такое понятие, как кадыровцы. Почему? Потому что это бойцы, обычные военнослужащие Росгвардии России. Поэтому они выполняют свою задачу, они никуда не делись, они находятся на нашей территории, они как выполняли свои задачи, так и выполняют. Но с исчезновением лидера исчезло и сам мем кадыровцы тоже исчез. Так что есть предположение, что его просто устранили. Кстати, я так думаю, что примерно такая же доля может ждать и Пригожина, если он не успокоится и не прекратит вот эти свои выборки в плане заявлений и киданий на различных политических деятелей, или лидеров, или чиновников Российской Федерации. Хотя, в принципе, пусть кидается. Чем быстрее они начнут друг друга убивать, как пауки в банке, тем легче нам с ними будет бороться. Продолжение следует...